Здравствуйте! Это программа в центре событий, в студии Иван Фирсов. В начале выпуска коротко о главных темах. Прекрасное поколение УКД Сургута дал старт обследованием школьников на выявление сердечных недугов. В Центральной детской библиотеке открыли зал детской литературы. Появился он благодаря спонсорам и субсидии из окружного бюджета. Выйдут на федеральный уровень. Вопрос финансирования баскетбольного университета Югры обсудят с министром энергетики Новаком. Развитие производственных и промышленных мощностей абсолютно всех территорий Югры. В регионе продолжается масштабная поездка губернатора Натальи Комаровой и ее заместителей по муниципалитетам. Накануне окружные власти побывали в Нефтьюганском районе, где в частности обсудили создание карты промышленности автономии. Конечно, на сегодня основной сегмент в округе нефтегазовый, однако Наталья Комарова назвала перспективными и лесные ресурсы и сбор и переработку дикоросов. Запасы последних в Югре сегодня оцениваются, например, в 62 тысячи тонн. Также большое будущее может быть за проектами в рыбной сфере и секторе машиностроения. Промышленная карта Югры призвана стать главным помощником для представителей всех уровней бизнеса. Не менее важной задачей выступает полноценное информирование потенциальных инвесторов и потребителей о наиболее перспективных направлениях в муниципальных образованиях автономного округа. Это еще одна особенность этого ресурса, но она очень четко заточена на распределение данных по каждому муниципалитету. Выбор нового главы в регионе проходит конкурс претендентов на должность генерального директора Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Первый этап тестирования по специальным вопросам прошел удаленно. Участникам предстояло ответить на 50 профессиональных вопросов и при этом набрать не менее 45 баллов. Ко второму общественному обсуждению кандидатуры были допущены 4 человека. Это Елена Дарибабина, в Рио директора Югорского фонда капремонта, бывший сотрудник ФСБ, один из учредителей инвестиционной строительной компании «Новые технологии» Борис Дутов, начальник отдела жилищной инфраструктуры департамента ЖКХ и энергетики региона Алексей Реднов и депутат Сургутской думы, заместитель гендиректора компании «Сургутстройтрест» Ольга Леснова. Они представили общественности свои презентации, высказали мнение насчет дальнейшего развития фонда, решения имеющихся проблем. Окончательное решение о назначении претендента на пост генерального директора окружного оператора примет специальная комиссия. В частности общественности это уже как раз инициатива окружная, наша локальная и в общем-то связана с наличием такой процедуры, связанной с очень большим общественным резонансом, который вызывает капитальный ремонт вообще и деятельность фонда в частности, ну и первого лица, соответственно, этого фонда. Очень многое зависит от этого человека. Надо, чтобы действительно на должность руководителя фонда Егорского фонда капитального ремонта пришел человек, который, а, профессионал, человек, который болеет за дело, человек, который выходит, пожалуй, к каждому жителю Канты-Мансийского автономного округа, слушает его предложения, умеет разговаривать с населением для того, чтобы действительно было понятным, прозрачным этот процесс, чтобы каждый понимал свою ответственность за капитальный ремонт. Познакомиться с работой электронного магазина в администрацию Сургутского района приехали московские гости. Представители федеральной площадки посчитали эту систему торгов самой прозрачной. Есть перечень услуг и товаров, необходимых муниципалитету, в частности, учреждениям района. Для привлечения поставщиков в рамках 44-го закона проводятся электронные аукционы. Но существуют и исключающие статьи, так называемые малые закупки. Для этого не предполагается никаких особых процедур. Контакт заключается с любым поставщиком в рамках указанной суммы. Эта процедура и не устраивала муниципалитет. Первое, что мы не получаем экономию, мы не понимаем этот объем, не совсем точные цифры, и не видим конкуренцию. Вот этот инструмент электронный магазин позволяет нам вот эти все вещи исключить, устранить и получить, самое главное для муниципалитета, дополнительную экономию вроде бы с тех вещей, которые не должны ее давать в силу положения закона. Теперь же заказчик может разместить заявку через электронный магазин. Любой исполнитель может представить свою кандидатуру. Побеждает тот, кто предложит самую низкую цену. Проект работает в Сургутском районе всего месяц, но результаты уже впечатляющие. С 32 миллионов рублей размещенных закупок муниципалитет получил 1 миллион 300 тысяч экономии. Четкие правила сотрудничества разрешают бюджетным организациям осваивать средства только после проведения торгов. Такие стремительные положительные результаты и позволили говорить о комитете экономического развития Сургутского района на федеральном уровне. Представители администрации пригласили на финал национальной премии «Бизнес-успех-2017», который пройдет 6 и 7 февраля в Москве. Для нас это стал такой некий образец сейчас. И, в общем-то, ваш опыт, опыт Сургутского района мы сейчас, ну, уже начали, я так скажу, и в дальнейшем будем, как бы, проецировать на всю Россию. То есть и на уровень как муниципальный, так и региональный, субъектовый. Вот. Спасибо большое. Вы молодцы. Работать на опережение. В Ханты-Мансийске окружные власти на специальном заседании обсудили противодействие терроризму. Было отмечено, что для того, чтобы не допустить дестабилизацию обстановки в Югре, предупредить террористические явления в регионе, выработан комплекс дополнительных силовых и профилактических мер безопасности. Медицинские, аварийно-спасательные, дежурные службы находятся в полной готовности. Утвержден план работы. Также участники заседания обсудили реализацию мероприятий по противодействию терроризму и организации адресной профилактической работы среди молодежи. Эффективность работы в этом направлении необходимо повышать. Положительно зарекомендовала себя модель, единая модель социально-психологического тестирования студентов. С 2017 года она внедрена в 100% образовательных организаций. Работать надо на опережение, пресекая возможные риски и угрозы. Прекрасное поколение. Так называется новая профилактическая акция окружного кардиодиспансера, которая стартовала в рамках хорошо знакомого всем югорчанам проекта «Красное платье». Только в этом случае специалисты решили взяться за здоровье подрастающего поколения. Первое обследование уже состоялось. Его участниками стали пятиклассники второй гимназии. Приурочена акция «Прекрасное поколение» к старту в России «Десятилетие детства». направлена на формирование культуры здоровья среди ребят и пропаганду здорового образа жизни. По словам специалистов ОКД, такие скрининги просто необходимы для раннего выявления врожденных пороков сердца. Добавлю, что среди школьников их ежегодно диагностируется около десяти. Этот скрининг нацелен на все-таки ультразвуковое исследование сердца и раннего выявления патологии, которая в последующем, при своевременной коррекции, в общем-то, повлияет на дальнейшую жизнь этих ребят. Как отметила главный врач ОКД, депутат региональной думы Ирина Урванцева, организация проекта «Прекрасное поколение» в том числе стала ответом на запрос родителей, которые просили специалистов провести скрининги на предмет сердечного здоровья их детей. На 2018-й запланировано несколько подобных обследований, планируется охватить не менее 500 школьников. Также в рамках акции планируется разработать специальный скрининг программы и анкеты. Я думаю, что этот проект у нас будет также насыщен образовательными программами, скринингами, как и проект «Красное платье», который, в общем-то, удачно стартовал и будет продолжен для взрослых пациентов. Восемь тысяч книг обрели новый дом. Зал детской литературы открылся в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Связано это с общественным запросом. Львиная доля читателей – это школьники. Комплектовали зал в связи с их предпочтениями. Научно-популярной и художественной литературой – CD и DVD дисками с мультфильмами, 3D и интерактивными книгами. Также нашлись желающие подарить библиотеке дорогостоящие специальные издания для занятий с особенными детьми. Таким презентам в муниципальном учреждении рады всегда. И вот последнее наше поступление – это книги для слабовидящих и незрячих детей из серии «Волшебный карандаш». С помощью волшебного карандаша можно прочитать книгу. На сегодняшний день у нас такие четыре книги. Мы надеемся, что наш фонд будет пополняться. Книги пользуются уже большой популярностью. Цапля-цапля, будь моей женой. Как царица, заживешь со мной. Юных читателей здесь обслуживают уже восьмой год. Но открыть для них такой зал и укомплектовать его стало возможно только после субсидий из окружного бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» в Югре на 2016-2020 годы. Помогли и спонсоры. Дизайн проекта создала архитектор Ольга Дубинина, специализирующаяся на библиотеках. Концепция этническая. В читальном зале стены и мебель украшены образами природы и чумов. Библиотекари отметили, что обстановка получилась гостеприимная. Обновленное помещение идеально подойдет для досуговых занятий. Очень большой выбор, причем современная литература. Сын прям все перечитывает и дочь тоже. Что любят? Ну, в основном о природе, познавательной. В машине пока едем, включаем диски о природе и про динозавры, про природу. Вот эти книги очень дорогие, покупать их. Читают они за неделю. Поэтому берем, очень довольны, постоянно берем. Как Оскар, только в политике и бизнесе в Тюмени состоялась церемония вручения премии «Итоги года Урала и Сибири-2017». Поздравить победителей прибыли высокие гости, в том числе полномочный представитель президента России в УРФО Игорь Халманских и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Наша съемочная группа также облачилась в вечерние наряды и отправилась на красную дорожку поздравлять победителей из Югры и узнавать секреты их успеха. Премия «Итоги года» проводится уже в одиннадцатый раз, но впервые в Тюмени. Отрадно, что среди победителей есть югорчане и даже сургутяне, но обо всем по порядку. Десять лет премия проходила в Екатеринбурге и вот только теперь в Тюмени. Номинанты из Югры Ямала дали повод приехать и нашей журналистской братии, чтобы прославить имена своих героев. Мы стараемся поддержать все регионы и оценить максимальное количество грамотных, эффективных проектов. Ханты-Мансийска всегда был достаточно серьезно представлен на всех премиях и в разделе политика, и в сфере экономики, поэтому предлагаю немножко подождать. Телерадиокомпания «Сурдинтернесс» рада быть информационным спонсором данного мероприятия. На нем собрались лидеры политики, экономики, наши коллеги, средства массовой информации. Итак, наградами в основных и спецноминациях удостоены 42 лидера. Глава сургутского района Андрей Трубецкой стал обладателем премии в номинации «Дебют года» за яркое и активное начало деятельности на посту главы муниципалитета. Вице-спикер Окружной думы Наталья Западнова победила в номинации «Лоббист года». Ее коллега по парламенту, первый секретарь окружного комитета КПРФ Александр Савинцев, назван оппозиционером года. Эту же награду взял справедливо-рос из Госдумы Дмитрий Ионин. Мой профиль работы – это жилищно-коммунальное хозяйство, сфера, где очень много чего надо исправлять, очень много чего неправильно сделано. И я эту работу целенаправленно веду. Если для этого нужно собирать митинги, мы собираем митинги. Если для этого нужно писать правильные законопроекты, мы пишем правильные законопроекты, с которыми руководство нашей фракции может дойти вплоть до президента и доказать их необходимость. Как раз сейчас рассматривается такой важный законопроект – забрать у управляющей компании возможность сидеть на деньгах ресурсников. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев получил награду за стратегию инновационного развития региона. А вот в категории «Стратегия года» на сцену наконец-то поднялись саргутяне. Компанию «Тюменинерго» поблагодарили за меморандум об открытии в нашем городе первого в России Центра инноваций для энергетики. На сегодняшний день в энергетике, как и в других отраслях, масса различных систем, которые автоматизируют наш процесс. Но объединение всех этих систем и жизни их как единый организм – это как раз и задача нашего инновационного центра. Как раз мы работаем с передовиками в этих технологиях и надеемся, что когда будет поставлена такая задача всем энергетическим отраслям, мы будем впереди с нашими разработками. Особым знаком наградили авторов проекта «Югра многовековая». Мы отметим в декабре 900-летие первого упоминания Югры в русских исторических летописях. Конечно, эта высокая награда подчеркивает, что нас слышит, нас с вами, слышит весь Уральский федеральный округ. По сути дела, этой наградой все присоединились к нашему юбилею. Итак, итоги подведены, награды все вручены. А вот эта награда поедет напрямую к губернатору «Югры» Наталье Комаровой за реализацию политики информационной открытости власти. Екатерина Любешева, Николай Сапожников, Сургут, Интерновости. Волейбольный клуб «Газпром Югра» вышел в четвертьфинал Европейского кубка вызова. В Голландии на площадке команды «Орионс» накануне состоялась ответная встреча. Напомним, первый матч закончился победой сургутян со счетом 3-1. В повторной игре нашим волейболистам было даже легче. «Газпром Югра» уверенно превзошел соперника 25-20, 25-14 и 25-17. В четвертьфинале кубка вызова противником газовиков станет швейцарский клуб «Биогаз Волей». Вопрос с финансированием поднимут на федеральном уровне. Представители баскетбольного клуба «Университет Югра» проведут встречу с министром энергетики Александром Новаком. Он является членом попечительского совета Российской Федерации баскетбола. Предполагается, что стороны обсудят сложившуюся ситуацию с отсутствием финансирования команды и поиском спонсора. Ожидается, что диалог состоится в Санкт-Петербурге 17 февраля на матче звезд единой лиги ВТБ. А помним, в сентябре 2017 сургутской команде сократили размер грантовой поддержки из бюджета округа. Начались задержки заработной платы. В середине ноября в Ханты-Мансийске с рабочим визитом побывал глава РФБ Андрей Кириленко. После совещания с губернатором Натальей Комаровой долги университета Югры, накопленные с прошлых сезонов, удалось закрыть. Однако выделенных дополнительных средств хватило до конца января. Спортивные функционеры региона предложили команде покинуть Суперлигу. Фактически это означает дисквалификацию университета Югры. О предстоящих сложностях баскетболисты проинформировали и главу региона. Был губернатором заявлено, я протокол читал, что клуб необходимо сохранять и необходимо дать возможность ему выступать. Благо он является чемпионом своей лиги на сегодня. Сейчас вновь направлено письмо губернатору, его Слепцова занесла на прошлой неделе, насколько мне известно. Я думаю, что обсуждение продолжится и такой клуб этот удастся сохранить. Более того, мы планируем встретиться с Новиком с целью, чтобы он помог нам прийти к генеральному спонсору этого клуба для дальнейшей его, что называется, истории. Тяжелая финансовая ситуация складывается не только у мужской баскетбольной команды, но и у женской. Если ранее спортсменки университета Югры на протяжении многих лет наступали в высшей лиге чемпионата России, то в середине прошлого сезона клуб вынужден был сняться с турнира. После этого сургутянки сосредоточились на выступлении в чемпионате ассоциации студенческого баскетбола, где требуется меньший объем денежных средств. В 2015-м наша женская команда сумела выиграть этот турнир, преподнеся одну из главных сенсаций сезона. Сегодня университет Югра идет в лидерах своего дивизиона и претендует на попадание в финал. Нам кредиты никто не даст, нам не подо что брать кредиты. Мы занимаем деньги, ездим, ну а что делать? Люди, которые не заинтересованы в развитии нашей команды, пусть не надеются на это, мы будем играть в любом случае. Единственное, что, конечно, в какой-то момент придется пояса затянуть, причем очень туго, но у нас же нет такой ситуации, как у профессионалов, что контракты, суды и тому подобное. То есть я думаю, что мы выйдем из этой ситуации. Между тем, женский университет Югра регулярно командирует в большой баскетбол своих игроков. Милана Сумец, Яна Паневина, Елена Федотова выступают за клуб в нескольких российских лигах. В этом сезоне одна из лидеров сургутянок Анастасия Новоселова была названа в числе лучших спортсменок ассоциации студенческого баскетбола и получила приглашение на матч звезд. Там она стала самой юной участницей. Очков Анастасия не набрала, но провела на паркете 8,5 минут. Сделала за это время два подбора и поставила два блокшота. Добавим, что в ближайшие пятницу, субботу и воскресенье сургутские спортсменки в очередном туре студенческой суперлиги проведут домашний тур. Университет Югра встретится с Пермским колледжем Олимпийского резерва и универом, а также с улсайдером своей группы Тюменским индустриальным университетом. За событиями в Югре следите на нашем телеграм-канале Сургут Интерновости и на сайте indefisnews.ru. До встречи в эфире. Новые стандарты сервиса уже в Сургуте. В нашем городе после реконструкции открылась автозаправочная станция ООО «Лукоил Уралнефтепродукт». Быстрое и качественное обслуживание таких целей добился один из основных российских производителей топлива. Теперь АЗС располагает четырьмя современными топливораздаточными колонками, заправка на которых может занять считанные минуты. Для экономии времени водителей предусмотрен даже терминал автоматической оплаты, который позволяет рассчитаться за топливо, не отходя от машины. Значительно обновилось и здание АЗС. Операторная дополнена современным торговым залом – уютным кафе. Для клиентов предусмотрена комната личной гигиены. Наш посетитель поставил машину, поставил пистолет, пошел в операторную. В это время бензин или дизельное топливо уже наливаются. После того, как налив завершился, его пригласили к кассе, он расплатился. А в это время может походить по магазину, попить кофе, посидеть в кафе. То есть это дополнительно удобно, особенно в условиях морозной погоды. Отмечу, что обновленная автозаправка на улице профсоюзов реконструирована в соответствии с требованиями безбарьерной среды. В перспективе данным требованием будут отвечать все автозаправочные станции «Лукойл» Уралнефтепродукт. Дарья Абхазии в Сургуте. Ароматные приправы и специи. Абхазская исланская соль. Жгучая абхазская аджика и соусы в кемале. Мясные деликатесы. Сыры с улбуми, копченые и молочные. Краснодарский чай. Варенье. Мед. С 30 января по 4 февраля. ТЦ «Богатырь». Ждем вас. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. Более 10 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 12 13. Новый год прошел, но подарки не закончились. Реальные цены на квартиры в сданных домах от 1 миллиона 750 тысяч рублей. И экономия на ЖКУ до 30% в подарок от компании «Сипромстрой». Подробная информация на сайте sps86.com и по телефону в Сургуте 600 190. Компания «Сипромстрой». Добро пожаловать домой! Радио «Дача». Музыка нас связала. И о погоде на 2 февраля. Здравствуйте, в студии Алена Раковская. В пятницу по западной периферии сибирского антициклона пройдет слабовыраженная фронтальная система, из-за чего небо югры местами нахмурится, осыпаясь незначительным снегом, а температурный фон на несколько градусов превысит климатическую норму. Ночью в Сургуте и окрестностях небольшая облачность без осадков. Направление ветра южное 1,6 метров в секунду. Температура воздуха минус 19, минус 24. Утром переменная облачность, осадков не ожидается. На столбиках термометров около 21 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура 14,19 ниже нуля. Пусть праздник будет с вами всегда! Большой выбор подарков! Дистилляторы, дубовые бочки, анкерки, тульские и персидские самовары, банки для солений, ретро-радиоприемники и подарочные сертификаты. Для вас в магазине «Домашний погребок». В магазинах «Домашний погребок» акция. 10% на весь ассортимент самоваров. Встречайте масленицу по-русски. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 767 мм ртутного столба. У «Карапузов» все просто. Молочные каши для роста. Цены падают, скидки радуют. Детские сухие молочные каши теперь еще дешевле. Только в «Карапузе». Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова